Линия соприкосновения на Донбассе это 457 километров. По обе стороны сотни тысяч жителей. Ситуация ухудшается с каждым днём. Люди не в состоянии себя прокормить. На селённых пунктах нет воды, постоянные перебои с электричеством, а территория вокруг заминирована. Наш сюжет о тех, кто остался один на один с войной. Каждый шаг Людмила Ткаченко делает с опаской. В парке, где звучал детский смех, уже четыре года слышны только обстрелы. Территория вокруг может быть заминирована, но за всё время боевых действий сапёры ни разу её не проверяли. Тут не МЧС приезжали, не разминировали. Они сказали, что как кончится война, так, да, может быть. Воспоминания приводят Людмилу Ткаченко туда, где вместе с семьёй она была счастлива, где каждое дерево напоминает о мирном прошлом. Нас-то ещё жива, ещё не побили, совсем её не добили. В славном Людмила прожила всю жизнь. В 62 осталась одна, хотя у женщины пятеро детей и девять внуков. Эти игрушки она покупала как раз для них. Из-за войны вся семья выехала. Сейчас как осколками поразбросала повсюду. Единственная отдушина – пёс Каспер. Вместе пережили страшные дни и ночи в подвалах. Тогда, казалось, каждая минута может стать последней. И самые умные у меня, да, люди будут, когда стреляют. У Людмилы резко ухудшилось здоровье. А детям с трудом удаётся прорваться через все блокпосты, чтобы помочь маме. Дочка ехала, мне давление 200 поднялось. Ехала с Маринки из главного лекарства. Стреляли. Так что было и такое. Пришла, а я лежу на полу и ничего не помню. Скучают по родным и супруги Семенда. Они теперь совсем одни в доме, где вместо окон полиэтилен, а стены в трещинах. Год жили мы без ничего. Одна плёнка. Живут как отшельники, говорит Сергей Григорьевич. Если б не жена и поговорить не с кем, все соседи выехали. Улицы пустые. Никто, никого, считай, нет. Мощные обстрелы едва не погубили супругов. Домашнего любимца Тоби ранила осколком. Лопатка, а такая дыра была. И, наверное, там осколок и остался. Потому что, как жара, он дышать не может. Хорчит, храпит. Думали, не выживет. Выжил. До войны жителей Славного кормили земельные участки. Их сдавали в аренду за деньги или в обмен на зерно. Сейчас земля эта не обрабатывается, потому что заминирована. И вот это 4 года мы ничего не получаем. С 2014 года. Пенсионеры живут в холоде. Чтобы сэкономить, отапливают дома только днем. Угля на всю зиму не хватит. Будем растягивать. Угля слава мало, конечно. Вот уже четвертый год в Славном нет воды. До колодца полкилометра. Некоторое время сделать запасы успевали далеко не всем. Час давали времени, чтобы съездить до колодца. С 8 утра до 9 утра. Большая часть поселка разбита. Магазинов нет. Хлеб привозят раз в неделю. Хочется свежего хлебушка каждый день. А не раз в неделю наберешь этого хлеба и в холодильник ложишь, чтобы не пропал. В Славном люди едва не вымерли от нечеловеческих условий жизни. Населенные пункты вдоль линии соприкосновения приходят в упадок. Помощь Рената Ахметова встречают всем поселкам. В сложные минуты. Это единственная поддержка для людей. Это мука, там крупа, макароны. Поддержка хорошая. Благодарность ему, конечно, большая, что он помогает. Это не оставляет нас. Именно продуктами, да, он один помогает. Он знает, что это его люди. Потому что это его люди. Он же тоже донбассовец. Он же тоже из Донецка. Тоже самое видел это все. Хотим сказать большое спасибо Ренату Леонидовичу за помощь. Что не забывает про нас. Волонтеры штаба торопятся выдать наборы выживания до темноты, пока не начались обстрелы. В Славном ситуация крайне критична. Помощь Рената Ахметова доставляется для жителей этого поселка постоянно. Помимо отсутствия воды, разрушенных коммуникаций и инфраструктуры, территория вокруг поселка заминирована. Несмотря на эти сложности, бригады мобильной выдачи продолжают делать свою работу и доставляют помощь. Для многих людей из серой зоны наши продуктовые наборы – единственная возможность избежать голоду. За три с половиной года гуманитарный штаб Рената Ахметова доставил на Донбасс более 130 тысяч тонн продуктов. Выдал почти 12 миллионов наборов выживания мирным жителям по обе стороны линии соприкосновения. Виктория Чистюхина, Оксана Корчмай, Евгений Якунин, Владимир Конопля. Для Событий недели.